Добрый день, уважаемые телезрители! В Ума-Ате закончились третьи уже по счету слушания по курорту Кок-Жаляу. И теперь уже, судя по всему, понятно, что этим летом начнется строительство этого курорта. В связи с этим возникает масса вопросов у критиков этого проекта о том, что главную вину в том, что вот этот курорт реализуется, что там захвачены земли, что там происходит разрушение экологии, несет никто иной, как бывший Аким Алма-Аты Виктор Вячеславович Храпунов. Мы попросили Виктора Вячеславовича ответить на эти комментарии, и в связи с этим просто задались вопросом, а что, собственно говоря, вообще там происходит и какова предыстория этого курорта. Добрый день, Виктор Вячеславович! Добрый день, Алексей! Как эта вообще история произошла? Можете нам немножко рассказать, что вообще там за ситуация? Да, Алексей, если вы помните, что в Советском Союзе было две всего горнолыжных базы. Одна база была в Чигете, Кавказ, вы помните, да? Вторая база была образована в Казахстане, Чумбулак, где сборная Советского Союза тренировалась в Чигете или Чумбулаке и готовилась ко всем международным соревнованиям и достойно выступала в этом виде спорта. Когда встал вопрос о дальнейшем развитии горнолыжного спорта в Казахстане, я помню, это был, наверное, 1988 год, то тогда было принято решение привлечь французских специалистов для того, чтобы можно было заняться совместным освоением этих горнолыжных, горных трасс и курортов строительства здесь, в Казахстане, для создания этого горнолыжного туризма. В тот момент времени было принято решение создать такое предприятие от страны Казахстана. Там выступал Борис Еглинский, уважаемый мною человек, я всегда на связи с этим сооружением, потому что это будет грамотно, так сказать, Борис. Соглашение было подписано. Жанка, на сколько я был со стороны Франции, и со стороны Казахстана Борис Еглинский. Конечно, на встрече присутствовал представительный министр подпорта Казахстана Масултана Зарубаника, посол Советского Союза во Франции госпожи Горябов, по-своему, на земле. И в дальнейшем началась работа по выработке конкретных предложений. Я вспоминаю момент, когда было принято решение в развитии Тургенского направления, это в пределах 1,90 километров от города Алматы, в расстоянии до горнолыжного массива, и создали там мощных крупных и горнолыжных трасс. И тогда я был представителем горосполкона, и мы на вертолете в присутствии лучшие представители Швейцарии вылетели на вертолете и полетели и просматривали к местности, где можно было бы развивать горнолыжную ту первую программу полетели, в том числе Булаг. В несколько времен Булаг изменились специалисты, посмотрели на Чебулаг, и далее вы полетели все в Тургене. Славим был Шамин Булагов, лучшим министром, и когда мы были в Тургене, то, конечно, специалисты, Чеба Городинская, сказали, да, это самое лучшее место, Тургенская направление, необходимо развивать именно в этом направлении в одно-вознеку. И прилетев из этого полета будущего космоглобета в Тимир-Хан, мы доложили позитив тем, что специалисты все, как Городин, говорят, вот, в Тургенском направлении. Вместе с тем, были обследованы ответственности вокруг города Алматы. И места, которые представляли собой какой-то интерес, тоже были отмечены в этом отчете, который был представлен в Тургене. Вместо было выбрано от Амель-Ханской милиции, Тургене, только Тургене. А Кок-Жаляву, то тогда практически вопрос не стоял, и разговора в этом плане не было. И вот, когда несколько лет тому назад, находясь здесь, я вдруг увидел, что Кок-Жаляву выкачил как вклад, и начинает какие-то инсервации вокруг этого места, и говорит, что это единственное место, где будет развивать Горно-Нужный блок. Я конкретно говорю как человек, стоящий. И сколько бы этого это все появилось намного позже. И стоит за этим всем Тургене, его страстное желание захватить все места, которые каким-то образом могут быть использованы по развитию Горно-Нужного блоков, для того, чтобы для которого привести деятельность, захватить семью, в общем-то Амазарбаеву, как он поступил в городе Горно-Нужный блок. Горно-Нужный блок построил в городе Горно-Нужный блок в городе Горно-Нужный блок создал, и дальнейшее. Вся работа ведется именно в этом направлении Тимура Кулебаева. Несима Рахмельжан сегодня просто ассистирует Тимура Кулебаева и создает всем необходимым словам. Для того, чтобы Тимур Кулебаев в наше строительство накрываясь, конечно, государством, в городе Горно-Нужный блок. Но факт, что Тимур Кулебаев в наше строительство и, конечно, выкачивает эту огромную прибыль из построенного Горно-Нужного блоку. Вот такова предыстория, Алексей, и ситуация, которая сегодня вокруг этого места Бомжаляу развернулась на страницах массовой информации и среди бизнесменов. Расстоит за всем этим семья президента на фронтах Назармана. Виктор Вячеславович, еще вот один такой вопрос. Обсуждается тема, что вы якобы своими решениями выделили эти земли из государственного заповедника и отдали на растерзание частным инвесторам таким образом. Алексей, никаким образом я даже и Юра не мог кому-то что-то выделить и отдать частным инвесторам на растерзание, поскольку эти земли находились в Алма-Атинской области и Алма-Аты никакого влияния на эти земли не имел и не мог принимать какие-то решения. Я не подписывал никаких простонарных решений о выделении земельных участков тому или иному местницменам или предпринимателям. Это Агнез Насенович. Да, насчет области это действительно так. Виктор Вячеславович, а как тогда получилось, что семья Назарбаева, я имею в виду конкретно Тимура Кулебаева, оказалась причастна к этим самым территориям? Каким образом это произошло? Какой был механизм? Я думаю, что тут образовую руководку не нужно. Алма-Атинская воспринимает решение земли передаются городу Алма-Аты, а в дальнейшем принимается решение для нового освоения этих земельных участков. И данные участки передаются для изучения, для меньшего проектирования и представления каких-то рекомендаций и представления для освоения данного участка. поэтому кулуарно было, наверное, органом господину Тимуру Кулебаеву или какой-то его структуре, который начал этим вопросом заниматься. А в дальнейшем, когда уже подготовили какие-то проектные рассмотрения и сказали, что вот таким вот образом необходимо решать этот вопрос, дальше он делает технически, что оставляется данный земельный участок компанией или какого-то технического лица, скорее всего, компании. И учитывая сложность всего этого процесса, потому что земельный участок находится в заповеднике и не было принято никакого построения Советного Кабинета Министра Казахстана на работе этих земель без зоны заповедника, насколько я владею ситуацией, то в дальнейшем все дело, то что просто в Арбане дается какой-то когда я начинаю заниматься, не могли бы даже сейчас я понимаю, могли бы можно выступить в Кабинет и рассматривать никаких дебатов Алексея идти спокойно сруй и потом поставить но принимали все получилось так, как хотели присвоить Димуру Гулебаеву и семейный нормальный И вот последний у меня вопрос Виктор Вячеславович, вы человек не просто близкий к Алма-Ате но вы еще и человек близкий к горнолыжному спорту это известно то есть вы любили кататься там с вашей точки зрения вот тому перспективу как жилья как горнолыжного курорта как можно оценивать? единственное Алексей что там может быть применкательным именно в этом месте это может быть только длина трассы как высказывают сейчас на дебатах я посмотрел что длина трассы якобы 11 километров в чем я конечно сомневаюсь но если нет необходимости эти 11 километров использовать лучше наверное оставить уголов природы такой как он есть и учитывая то что сегодня уже сад который был легким городом Алматы почти 38 гектаров сейчас Магомбетову прорыв своему ближайшему родственнику и там я уверен вырастут многоэтажные дома и город будет вообще задыхаться я вчера посмотрел картину города который везет в дыму даже небоскреба который построили в период боевого отсутствия Алматы практически просматривается есть еще хокжи и ляу с западной стороны города Алматы осваиваются для развития горноузных гор поэтому связаны с дальнейшим движением транспорта жилья отопления и так далее и тому подобное но город Алматы будет обречен на то что экология на горно так практически невозможна поэтому мое твердое убеждение необходимо развивать к ульевскому данный это неудобно себе Назарбаеву поскольку там необходимо вкладывать гораздо большие финансовые ресурсы но учитывая ту структуру в которой с ним отработали на Султану Назарбаев Казахстан корпорации все затраты на дорогу все прибыли семье но на Султану Назарбаеву нечего бояться он нужно направлять все действия на тургенские ученики на тургенские управления вообще и расслабить то это будет убеждение спасибо вам большое за очень интересное мнение за оценку и за наконец рассеивание тумана в каком-то смысле созданного вокруг этого вопроса уважаемые телезрители напомню что мы разговаривали с Виктором Харпуновым и к Сакиму Маматы и мы разговаривали с ним о том кому реально выгодно сейчас развитие горного курорта в Кокжи-Ляу и к чему может в принципе это привести и насколько вообще это необходимо для города Алма-Аты спасибо вам большое за внимание